МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Жизнь в потемках, аул Дерепсалшетского района превращается в забытое властями место. Муратан проводит благотворительную акцию в помощь больной девушке. Жизнь в потемках, аул Дерепсалшетского района превращается в забытое властями место. Здесь нет водопровода, школы, магазинов, больниц и даже электроснабжения. И так уже более 20 лет. Представители органов власти, местные жители не видели больше года. О больших проблемах маленького поселка в специальном репортаже Миром Гусалкинбаевой. У пятилетней Тани врожденный вывих бедра. Все обошлось бы без операции, однако местные врачи за здоровьем не уследили. Теперь мама девочки вынуждены вместе с больным ребенком преодолевать 80 километров, чтобы попасть в карагандинскую клинику. А это время, деньги и угроза здоровью. Мы месяц дома, месяц мы едем, ложимся на разработку, на массаж. Это надо заплатить частным нашим машинам, это мне надо заплатить 10 тысяч. 10-8 у нас берут, потому что свои машины, ну это их не это, чтобы мне уехать с ребенком туда. Также назад. Это мне еще, мне в клинику Макожана надо ездить два года. 25 домов и около 50 жителей. Вот и все, что осталось от передового поселка. Когда-то здесь было все – школа, библиотека, магазины. 20 лет назад Дерепсал обеспечивал молоком и мясом соседние районы. Однако в 94-м году власти вместе с энергетиками посчитали сельчан неплатежеспособными и устроили им темную, отрезав электричество. После чего из села массово побежали люди. Остались лишь старики и те, кому ехать некуда. В тот год отключили, у нас две недели не было света. В этот раз отключили, мы вот уже на телевидение обратились. А вот на пятый канал до этого обращались, газету обращались, вот сейчас к вам обратились. Хоть нам уже Акима поменяли, начали, не знаю, как-то, ну, шевелиться там с документами что-то у нас. Документы вот. Потом у нас еще что-то там на трансформаторе не хватает, надо вот докупать как-то. До этого они молчали. Вот сейчас хоть немножко шевелиться начали. В поселке нет школы, хотя здесь насчитывается семь первоклашек. Вопрос, где и как будут учиться дети, родителей тревожит уже несколько лет. Самая близкая школа-интернат находится в восьми километрах от аула. Чтобы добраться до магазина, в соседнем поселке жители вынуждены нанимать машину за две с половиной тысячи тенге. В экстренных ситуациях водители берут в два раза больше, рассказывают многострадальцы. Автобус раньше, вот когда у меня родители тут жили, у нас автобус сходил до Курума, ну, до Курума, и там мы на электричке ездили в город. Сейчас у нас такого вообще ничего нету. Раньше здесь и магазин был, раньше здесь, как говорится, базы были, скот держали, работа была. А потом какое-то время вообще развал был, тут люди, как говорится, сидели, чуть ли не отруби ели, голод был страшный. Ну, пережили, как-то вот молоковоз стал ходить какая-то копейка, молоко по 50 тенге и берут. Ну, и то хорошо. Деревенских мужчин спасает работа, которую предоставляет компания Щерубайсу. Женщины перебиваются временным заработком, сдают коровье молоко. Чиновников местные жители видят только перед выборами. Я их не видела практически тут вообще. Только мы, если сами едем, вот нам надо, я документы отдала, нас поставят на портал. Все. Поселковый Аким, который словно сегодня узнал о плачевном состоянии аула, не устает давать обещания. Он уверяет, что уже в августе решится проблема с электричеством, а через года четыре проведут водопровод. Местный глава также заверил, что врачи будут навещать жителей Деревсал ежемесячно. Сейчас по электричеству уже решено. Никаких проблем нет. Врачи будут приезжать сюда регулярно. Теперь насчет школы. В ближайшее время приедем сюда вместе с руководством района. Многообещающий Аким, забытый аул, возмущенный народ. Картина сегодняшнего поселка такова. А ведь от этого лишенного благ цивилизации села до областного центра, сверкающего огнями и благополучием города, рукой подать. Судить не помиловать. Карагандинский областной суд оставил без изменения касационную жалобу в отношении Мираса Жуматая. Напомним, в апреле прошлого года произошло убийство двукратного чемпиона Азии. Четыре преступника стреляли по машине, в которую сели выйдя из ночного клуба спортсмен Сая Багдад и его друг Мирей Бекен. В результате перестрелки спортсмен скончался от огнестрельного ранения в голову, продолжит наш корреспондент. Убийство спортсмена произошло в ночь с 8 на 9 апреля. По словам пострадавших, Мирас Жуматая предложил своим знакомым убить одного местного жителя, с которым у него были неприязненные отношения. Но найти недоброжелателя они не смогли и расправились с его близким другом, спортсменом Сая Багдад. Подозреваемые заранее купили два обреза охотничьих ружей, заплатив за них по 10 тысяч за каждый. Преступников поймали и осудили. Приговором суда Альтаев был осужден к 16 годам лишения свободы, а Бденову было назначено наказание в виде 13 лет тюрьмы. А вот с приговором в отношении Жуматая и Ерсына, которые получили всего по 3,5 года, близкие погибшего совсем не согласны. С сегодняшним решением касационной коллеги мы совсем не согласны. Я намерен идти до конца, до Верховного суда и даже до президента. Они были соучастниками убийства моего сына. Защитник пострадавших считает, те лица, которые получили минимальные и условные сроки за хулиганство и хранение оружия, являются зачинщиками и организаторами преступления. К слову, со слов адвоката Алмата Каскарбая, Мирас Жуматая, осужденный к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, был арестован через месяц после того, как вышло постановление апелляционной коллегии. Мы с этим результатом не согласны, потому что, по сути, Жуматай Мирас и Ерсын Бухара, они были причастны и участвовали в убийстве Багда Цаи, но им, однако, соучастие в убийстве не изменили, хотя они приобрели оружие, они готовились к этому преступлению, мы с этим не согласны. И то, что им дали самый минимальный срок наказания, Жуматай Мирасу 3 года и 6 месяцев лишения свободы, только после того, как в газете «Литер» вышла статья, его арестовали через месяц после апелляционной инстанции оглашения, а Ерсын Бухаре так и оставил этот приговор. Мы с этим не согласны, мы будем это обжаловать. Решение и в этот раз осталось без изменений. Председатель областного суда Ермек Серегпаев отмечает, что доказательств того, что Жуматай и Ерсын были причастны к убийству, не было. Они проходят второстепенно. С учетом всех фактических обстоятельств по делу, с учетом их второстепенной роли по данному делу, с учетом того, что органами предварительного следствия не вменялось им участие в убийстве, либо в подстрекательстве убийстве, либо в пособничестве, они органами предварительного следствия по данной статье суду не предавались, а предавлены были за 251-й, это хранение и приобретение оружия, и за хулиганство по 257-й части 3-й. Несогласные с приговором родные намерены обжаловать решение кассационной коллегии уже в Верховном суде. Рамгуль Салкимбаева, Тулиген Рашид, Евгений Фанасьев, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Депутаты объявили войну несанкционированным свалкам. Народные избранники сегодня выехали в рейд по строительным руинам угольной столицы. Груды строительного мусора, до которых почти 20 лет не доходили руки ввиду отсутствия средств, сегодня полным ходом ликвидируют. Как одержать победу в борьбе за чистоту, узнавали наши корреспонденты. На этом месте когда-то стояла пятиэтажка. В 90-х люди начали бросать свое жилье. Дом опустел и стихийно разбирался. Как следствие образовалась большая свалка. Другими словами, кирпичи растащили, мусор остался. В прошлом году здесь все-таки навели порядок. В прошлом году проведен вывоз, то есть был вывезен нестроительный мусор, проведена рекультивация территории и завезен черный зел. В настоящее время здесь растет, ну, получается трава. Десять строительных свалок в Октябрьском районе ликвидировали в прошлом году. Четыре из них находились по улице Бирюзова. Вот только здесь чище не стало. Банок, пакетов и прочих отходов пруд-пруди. Народных избранников такое обстоятельство явно не устраивает. А вот в эту территорию у вас, по-моему, бардак, грязь. Кто будет убирать? Эта территория там у нас находится в отрезите. В отрезите убираем? Нет, это их территория. Где территория? Территория в отрезите, вот там. А это территория района имени Октябрьского района. Средства из бюджета выделяют, а значит работу необходимо выполнять должным образом. Чтобы очистить весь город от несанкционированных свалок, из городского бюджета выделено 35 миллионов тенге. На эти деньги будут убирать руины от доставшихся по наследству с советских времен бесхозных зданий, таких как по улице Гвардейская. Здесь также ликвидируют строительную свалку. Качество выполняемых работ проверяют народные избранники. К слову, и здесь нашлись недочеты. Куда вывозите вы мусор? В Глоконтранс и второй у нас в Тимиртаву. А в Тимиртаву расстояние перевозки сколько? 35 километров. 35 километров, да? А что, вы будете к себе работать? Вы даже с мету не знаете свою. Расчищенные земли депутаты предлагают использовать под строительство новых зданий. Между тем, работая подрядчиков и районного Акимата, народные избранники остались, мягко говоря, недовольны. Выявленные нарушения представят на днях на заседании постоянных комиссий. Подытожил секретарь городского масляхата Кабдегали Аспанов. Нарекания есть и по планировочным работам, и по технологии выполнения даже этих работ. В частности, находятся, например, рядом 3-4 объекта. Берутся только два объекта, значит, один или два объекта оставляется. То есть, это недопустимо вообще в принципе. Надо убирать, если территорию убрали в одном месте, сразу надо убирать полностью. То есть, оставшийся фундамент, приводить порядок к землю, мы на заседании постоянной комиссии будем еще заслушивать их и поправлять непосредственно, чтобы проводили эту работу в должном уровне. Ирина Камышов, Толегин Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. Экология и дети. 19 лет подряд в Караганде проводится научно-практическая конференция для школьников и педагогов со всего региона. В этом году к команде присоединились и студенты, которые занимаются изучением окружающей среды. Темы конференции всегда разные. В этот раз она была посвящена переходу Казахстана к зеленой экономике. Ни для кого не секрет, что проблемы экологии на сегодняшний день остро стоят во всем мире. Сегодня учащиеся молодежи рассказали об основных ориентирах страны на ближайшие годы. Как известно, по инициативе главы государства, Казахстан переходит на зеленую экономику и программу «Зеленый мост». Об этом доступно объяснили подрастающему поколению, руководители экологических организаций и преподаватели вузов. Вторую часть конференции вели уже сами школьники и студенты. Молодежь защищала тематические проекты, а также делилась своими мыслями и идеями. Основная цель конференции – это актуализация экологических проблем, которые сейчас существуют, привлечение подрастающего поколения к проектной деятельности, к исследованию экологических проблем, а также повышение уровня преподавательского состава, потому что также есть и преподавательская секция, где учителя представляют свои методические работы. Молодежная инициативная группа и карагандинский филиал Народно-демократической партии «Нуратан» 19 апреля проводит благотворительный концерт, средства от которого пойдут на лечение Камилы Аукеновой. Диагноз 25-летней студентки – неутешительный лейкемия. Но всегда есть шанс. Все друзья стараются ей помочь. На пресс-конференцию журналистов пригласили самые близкие друзья – Камилы Аукеновой, Асия Асидбенова и Сымбат Ашимханова. Они, да еще мать Камилы Гульжана Маратовна, верят, что всем миром можно помочь молодой девушке. Такая красивая молодая девушка и такой страшной болезнью заболела. Это ужасно, конечно. И я просто, получается, в соцсетях отправляла информации. То есть мамы Аукеновой Гульжана Маратовны, ее реквизиты, просила всех откликнуться, поддержать, хоть кто сколько может. И одна моя подруга, она предложила идею насчет благотворительного концерта. Концерт начнется 19 апреля, но продолжится 21-го, уже в Алматы. Именно там сейчас находится Камила Аукенова, в 7-й поликлинике по улице Татимбета. Все собранные деньги пойдут на лечение. Мы с Амбат все просим, чтобы все поддержали нас в этот день. Эти тысячи семьи мы тратим каждый день на что-либо. А в этот день вы можете просто помочь Камиле дать шанс жить. Всегда есть надежда, всегда есть люди с открытым сердцем. Линия благотворительной помощи от нашей партии совместно со всеми гражданами, которые относятся к обиде неравнодушно, продолжается. И просим всех жителей Караганды и Карагандинской области поддержать данную акцию, подключиться. Каждый казахстанец должен понимать, что когда мы едины, мы непобедимы. Прокуратурой Карагандинской области совместно с Национальной палатой Казахстана и другими общественными объединениями бизнеса была организована выездная акция «Чиновник и предприниматель». Мероприятие прошло в городском акимате Жизказгана. Открыл и ввел его заместитель прокурора области Александр Угай. Мероприятие направлено в первую очередь на создание площадки для диалога предпринимателей. Акция «Чиновник и предприниматель» проводится тоже уже длительное время. В декабре прошлого года я проводил такое же мероприятие с предпринимателями города Балхаша. Жизказганский регион тоже очень важен для области и для прокуратуры области. В работе акции приняли участие Аким Жизказгана, Балжан Шингисов, руководители контрольно-надзорных органов Карагандинской области и Жизказгана. На повестке дня проблемные вопросы в сфере предпринимательства региона и новые формы взаимодействия прокуратуры с общественными объединениями бизнеса. Заместитель прокурора Жизказгана Жанблат Мухышев разъяснил основные требования к проведению проверок государственными органами, права и обязанности предпринимателей и проверяющих лиц. К слову, в первом квартале текущего года было проведено 332 проверки. Это гораздо меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение количества проверок связано с выполнением закона о государственном контроле и надзоре. Поговорили и о реализации алкогольной продукции в радиусе 100 метров от образовательных учреждений. До сих пор норма вызывает массу споров. Представители палаты считают, что данный закон должен распространяться лишь на вновь выдаваемые лицензии, когда как к административной ответственности привлекают предприниматели, которые получили лицензию до вступления в силу данного закона. Советник Национальной экономической палаты Казахстана Атамикен, председатель неправительственной организации Евразийской ассоциации предпринимателей Жомар Талдангаров, назвал три основные проблемы волнующих предпринимателей. Это изношенность трассы Караганда-Жасказган, график движения поезда этим же сообщением, а также низкое качество питьевой воды. Аким Города сказал, что эти проблемы всем хорошо известны, и они будут решаться через реализацию государственных программ. У Жасказгана есть и тот комплексный план, 128 миллиардов, и плюс мы вошли в программу моногородов. Это еще дополнительно порядка 6,5-7 миллиардов тенге, скажем, в период 2013-2015 год придет Жасказган. Бизнесмены задали ответственным лицам интересующие вопросы. В основном они касались тростоможки товаров, получения права на земельные участки, оформления кредитов в банке и реализацию государственных программ. Одной из острых проблем на сегодняшний день остается высокий тариф на электроэнергию. Кроме того, согласно договору, предприниматели должны ежемесячно вносить предоплату за потребление энергии. Для решения этой проблемы они вынуждены обращаться в различные инстанции. Итоги совещания подвел заместитель прокурора области Александр Угай. Также приятно констатировать, что фактически не зря, наверное, была проведена эта работа в течение 10 предыдущих лет прокуратурой, упорядоченной проверки. Сейчас фактически у вас нет проблемы с незаконными проверками. Я так понял вашу реакцию. У вас нет проблемы с незаконными проверками, что к вам приходят налоговые, приходят честники, приходят цесники, непонятно, какие претензии предъявляют, непонятно, какие документы оформляют. То есть сейчас эту часть удалось упорядочить, и вас больше всего сейчас волнуют вопросы не защиты предпринимательства, а вопросы поддержки, развития предпринимательства. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Галвин. Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Во дворце спорта Даулет завершился турнир по греко-римской борьбе в памяти заслуженного тренера Виктора Клименко. В соревнованиях принимали участие 148 борцов со всех регионов области, которые разыграли 10 комплектов медалей во всех весовых категориях. Наиболее подготовленную команду делегировал Карагандинский спортивный интернат имени Алии Молдогуловой. Юные спортсмены на каждую ступень пьедестала представили по 5 человек. Также в тройке лучших были представители Сарани, Топара, Тимиртау, Новой Долинки и сами выпускники Дворца спорта. В Алматы завершился чемпионат Республики Казахстан по скалолазанию. На турнир прибыло более 100 спортсменов со всей республики. Из Караганды 4 скалолаза – представители областной спортивной школы «Жалун». В соревнованиях на скорость Алексей Молчанов и Жазира Мурзаханова заняли второе и третье места соответственно. В мужской категории золото взял представитель алматинской сборной Саят Балкенов. Среди представительниц прекрасного пола первая стала Тамара Кузнецова из Южно-Казахстанской области. В общекомандном зачете наши земляки заняли четвертое место, уступив командам Алматы, Южно-Казахстанской области и Астаны. Редактор субтитров А.Семкин